Девушки отдыхают Можна, да? Там в начале улицы я, кажется, видела объявление о сдаче комнаты. Погодите, погодите, а как же абрикосы? Да вы сейчас ничего не найдёте! Высокий сезон! Всё забито! Это песня о том месте, где сердца все бьются в такт. Если вы не были в Одессе, значит, что-то тут не так. Там море чёрное встречает на берегу. Там ждёт меня уютный домик, в который снова подержу домик у моря. У моря, у моря! О, привет! А ты что здесь делаешь? Да вот, нашёл подработку. Не всё ж тебя меня куском хлеба побрекать. Жанет, извини, я тут пораскинул мозгом. Стройка, Жанет! Золотое дно! Да что настройка-то? Откуда она вообще здесь взялась? Не в курсе. Соседний участок продали, а новые всё перестраивают. Не вовремя. Самый разгар сезона. Придётся же цены снижать. Смотри, Жанет! Всё будет за шипок. Послушайте, в гробу я видел такой отдых. Ну, пожалуйста, пожалуйста! Хотите, я вам ещё цену скину? Что? Да вы доплатить мне должны занять этот бедлам. Так, верните деньги. Не то, что мне винограда жалко, но ты хотя бы могла бы сделать вид, что тебе не всё равно. Доча, да я вся извелась. Ну, когда я нервничаю, я ем, ты ж знаешь. Глянь, что оно дымало. За полтинник со свистом уйдёт. Так что считай, бассейн у тебя в кармане. А что такое кисло? Солнце светит, птички поют. Ну, а то, что постояльцы на шум жалуются, только не постоянно на что-то жалуются. Главное, что они есть. Сегодня последний съехал. Да ладно. Вот это шикардос, а. Нет. А в каком месте тут шикардос, а? Да во всех. Я думаю, куда людей пристроить, но тут такое. Ты что, нашёл постояльцы? Всё равно съедут. Эти не съедут. Аккуратненько давайте. Поближе, поближе к стенке. Ага. И вот тут майнует. Отлично. Мягко, да? Слышь, студент, это моя шконка. Вали на раскладушку, бегом. Ну что, мужики, чувствуйте себя как дома. Только носки на люстре не сушить. Братан, спасибо тебе большое. Какую халабуду нам шикарную подогнал, прикинь. Одна нога здесь, другая на работе. Удобно? Так. Прогресс, Боря. Наконец-то ты вносишь свой вклад. Пусть за полцены. Ну, зато все комнаты заняты. Я взял количество. Вам белье. Спасибо, хозяюшка. А это вам денежки со всех до конца месяца. Ух, если бы не вы, пришлось бы нам вот все лето в строительном вагончике куковать. Все лето? Все лето. А я думала, на пару недель. За пару недель же отель не построить. Отель? Какой еще отель? С двумя бассейнами, с детской площадкой. Все как положено. Что? Работает. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Смотри, сынок. Угу. Супер. Зарплату я еще не получил, а уже сколько заработал. Работа мечты. Так ты, это, при баблишке? Ну, пока нет. Вот найду покупателя и бойся. Так у тебя еще нет. А тебе много надо? Ну, на наушники вообще. Ты что, кисалишь, что ли? Да не, ну, я заколебался уже эти китайские покупать. Ясно. Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи, слыхал? Да, слыхал. Ну, я и хочу фирмовые. И сколько твои фирмовые стоят? Штуки две. Мы сейчас про наушники говорим? Ну, фирмовые же, ну. Блин, батя, ну ты же, когда молодой был, тебе тоже бабки нужны были. Что ты делал? Что, что? Папке помогал. Цемент тырить? Тоже мне тырить. Тут, если с умом подойти, так можно подняться. А мне, кстати, сказать, нужен ассистент. Миша, на наушники хватит. На десять. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто у вас тут главный? Жанночка, держи себя в руках. Здрасте. Здравствуйте. Вообще-то посторонним вход на территорию стройки запрещен. А вообще-то мы не посторонние. У нас тут гостиница за забором. А, ну это в корне меняет ситуацию. Попробуй угадать. Мы должны немедленно прекратить стройку. Лучше бы вообще не начинать. На каждом объекте одно и то же. Женщина, уважаемая. Все вопросы к начальству. А к начальству? А оно, это ваше начальство, в курсе, что здесь живые люди живут. А оно спросило у нас, хотим ли мы, чтобы посредине частного сектора торчала девятиэтажная дура, а? Да ваших хибар скоро вообще не останется. И земля сумасшедших денег стоит. Вот. Вам всем лишь бы нажить. Здесь вообще высотки строить нельзя. Ну вам же плевать. Лишь бы деньги на карман упали. Пятьсот семнадцатый. Что? Пятьсот семнадцатый раз я все это слышу. Но никакого разнообразия в жизни. Подождите. Я вот этого вот всего просто так не оставлю. Пошли. Ну что, что мне сказать? Это что ж получается? Деньги есть, закон не писан. Сунул кому надо и стройся, где хочу. Что? А я смотрю, что всем по барабану что происходит, да? Нет, лично мне нет. А что оно второе? А, гречка с севтелями. Ужин сразу озвучит. Нет, у меня аппетит пропал. Женочка, успокойся. Пока ты ругалась с прорабом, я проверил их документацию. У них же там куча нарушений в гост. Вот я сейчас прямиком со всем этим в мэрию. Милый, это только в твоей реальности нарушение по ГОСТу повод закрыть стройку. Ну, значит, будем мою реальность воплощать в жизнь. Спасибо за обед, Женочка. На здоровье. Значит так, мама, берешь марка и идете по соседям собирать подписи против незаконной стройки. Инвалид и ребенок всегда смотрятся убедительно. Я бы с удовольствием, но у меня колесико в коляске заедает. Хорошо, тогда обзванивай и телевидение, и газеты. Колесико не помешает, нет? Ладно, у меня как раз будет время между нежным ядом и безрассудным сердцем. Марк, тогда ты бери Никиту и идите по соседям. Только сыночек, ты и сам там все объясни, ну как ты умеешь. А Никита пусть подает ручку и листик. Понял? Что понял? Идите, идите, идите. Давайте, мальчики. Мальчики. Давай, давай, давай. Шо? Ну, спасибо большое за экскурсию. Я даже подумать не могла, что прогулка по стройке может быть такой увлекательной. Может все зависит от экскурсовода. Ну, теперь моя очередь. Я могу быть гидом по Одессе. Ты готов? А Одесса готова? Ну, до вечера. Ну все, иди. Ты первая. Это ты первая. Ага, ты. Привет, Намалечка. Здравствуй, дочь. О боже, а что за трава? Мама, это просто стройка, никто же не умеет. Пока нет. Доченька, нам нужно поговорить. На десять домов одна подпись. Ну, прям рекорд. Баба Люба у нас самая сознательная или она просто глухая? Вообще-то не глухая, а с плохим восприятием звука. Она вообще решила, что мы подписи на переизбрание мэра собираем. Ясно. Может не дома? Хорош трезвонить. Макулатуры не держат. Подождите. Стойте, дядь Вить. Ну, чего надо? Мы тут подписи против незаконной стройки собираем. Тут рядом отель строят. Да я знаю, они уже ко мне подкатывали кучу бамок за участок прилагали. Ну, а вы что? А я отказался. Майор Ткаченко здесь родился, майор Ткаченко здесь обомрет. Дядя Вить, так а вы подпись поставите? Нет. Если я сказал помру, это еще не значит, что прямо сейчас. В смысле? Понятно? А то я не знаю, как эти дела делаются. Ты сегодня ставишь подпись, а завтра к тебе придут и хаду спалят. Или крестиного яду в колодец насыпят. Так что идите со всем. Слушайте, дядя Вить. Ну, чего? Может вам стройматериалы нужны? А то я смотрю, у вас какой-то домик так, не алло. Ой. Ну, что ты сделал? Извините, я сейчас поправлю все. Да иди уже, я сам все сделал. Сейчас. О, так может вам гвозди надо? У меня дома есть. Я вам по дешевке дам. Не надо мне гвозди. Идите отсюда. Пошли, Никит. Никит. Ну, взяли, разломали все. Я не понял никак. Ну, что ты нашла в этом грубом, неоттесанном мужлане? Ну, а ты хотела, чтобы это был маменькин сынок? Мама, Вадик, он не просто мужчина, он самец, он, он аберсексуал. Он у этого твоего сексуала по такой вот невесте на каждой стройке. Мам, ты его совсем не знаешь. А шо мне его знать? У меня такой жизненный опыт, у меня глаза шоу рентген. А вдруг у нас любовь? Любовь? А я посмотрю, шо ты запоешь, когда наш семейный бизнес накроется медным тазом, и мы все пойдем торговать пахловой на пляж. Так это все из-за стройки? А ты сразу сказать не могла? Иду я. А то я тебе добра желаю, да? Ты все не так поняла. Короче. Ты все не так поняла. Мои дни сочтены. Я не смогу без тебя. Я тоже умру. Ты должна выжить, чтобы эти твари за все заплатили. Как вы задрались со своей рекламой? Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие крючки? Ты мне что-то хотела? А потому что я чищу губы, паста и дентосот. Алло. Это Одесса Плюс. Слушайте сюда. У нас тут ЧП. Посреди исторического, считай, центра строят многоэтажки. Совершенно верно. Незаконное строительство. Конечно, тема номера. Адрес записывайте. Я вам потом перезвоню. Он совершит ошибку. Она будет стоить ему жизни. Он слишком умен, чтобы проколоться. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О, женатец. Скоро плитку итальянскую привезут. И все. Считай, бассейн у тебя в кармане. Боря, вот сколько тебя знаю, все никак не могу привыкнуть. К тому же, что я добытчик. К тому, что ты предатель. Ты сейчас насчет крановщицы или лаборантки? Мне казалось, тебе давно все равно. Я сейчас, Боря, о том, что ты живешь в моем доме, а работаешь на конкурентов. Так я не знал, что это отель. Заметь, я ничего не сказала про отель. Я сам только пару часов назад узнал. За пару часов можно было уволиться. Ну, это же глупо. Жанет, ну, сама посуди. Я, находясь на стройке, могу изнутри подтачивать силы врага. Боря, не смеши меня. Жанна! Бать, а куда гвозди ставить? Здесь поставь, сынок. И иди. Я пошел. Ты иди, да. А это вот... Это что сейчас было? Это он что, стройматериалы тырит? Да ну что ты сразу тырит? Он учится. Учится строить, строить материальную базу. Боря, скажи, у тебя совсем совести нет. Значит так, мое терпение лопнуло. Это, Боря, край. Жанночка, хорошо, хорошо. Хочешь, я все исправлю, я все верну. Я гвозди назад унесу. Сейчас ты унесешь отсюда свои ноги и свои вещички, ясно? Да погоди ты, у меня был план стопроцентный, как остановить стройку. С самого начала я хотел тебе рассказать, но ты же меня перебила. План? Отлично. Даю тебе сроку до завтрашнего дня, до обеда. А если нет, то адьо. Мне предатели в доме не нужны. Жанна, ты что, серьезно? У тебя же план, Боря. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Женочка! А? Жанночка! Все в порядке. Считай, что стройки нет и не было! СМЕХ У тебя получилось? Ну, конечно. Леня! Правда, что на нашей стороне? Леня! Леня, ты что? Ну, ну и как? Я подал заявление. Так? Да. Через месяц его пересмотрит земельная комиссия. А еще через месяц его передадут это дело в высшестоячие органы. Ну, а потом суд! Ну, аж в решении суда-то я уверен. Так что просто нужно немножко подождать. И вот все. Немножко подождать? А? Да ты хоть соображаешь, что через месяц здесь будет отель. А через два отдыхающие с верхних этажей заплюют наш двор косточками. Я чуть не понял. Ну, я сделал все, что мог. Но я же не видават, что у них там такие сроки. Сроки можно и передвинуть. Ага. И что ты предлагаешь? Может, мне еще пойти и дать взятку, чтобы мое заявление рассмотрели быстрее? Жилой комплекс Зимеевский объявляет о начале продажи комфортабельных апартаментов и эконом-пластом. Комплекс оборудован подъемным паркингом. Уютная детская площадка. Возьми вот это. Возьми вот это. Пусть оно станет твоим амулетом. Боже. Откуда это у тебя? Мне дал это твой отец. Ты видела отца? Когда? Где? Это противозаконно. И противоречит моим жизненным принципам. Сыночек! Что? Иди сюда, моя роднулечка. Иди. Иди, мой хороший. Иди. Сыночек, ты хотел скейт? Так вот забудь. Потому что из-за папочкиных жизненных принципов мы не то что ничего нового себе не сможем позволить. Мы скоро начнем старое распродавать. Если каждый начнет нарушать, мир превратится в хаос. А если не нарушать, то в хаос превратится наша жизнь. Хорошо. Я пойду и сама дам на лампу. А у тебя ничего не получится. У нас в стране борьба со взятками. И вообще, может, не будем при ребенке? Ничего. Пускай привыкает. Ах, так. Ну, тогда без меня. Мам, я скейт хотел, когда был маленьким. А сейчас хочу смартфон. Вы подписи с Никитой собрали? Смартфон. Ага. У тети Любы. Так. Ну, а все остальные сказали, что боятся рода антицида. Че-че? Ну, это научное название крысиного яда. Короче, соседи боятся, что если подпишут противостройки, то их либо отравят, либо сожгут. Так бы сразу и сказал. Ну, так я и сказал. Ну, а что со стройкой делать будем? А я уже все сделал. Осталось только ждать. Может, пока ждем. Можно что-то придумать. Что? Землетрясение вручную? Ну, ты ж инженер по технике безопасности как-никак. Но это не означает, что я специалист по закрыванию строек. Ну, бывает же в истории случаи, когда стройку закрывают в целях безопасности. Бывает. Но кто может предугадать, когда кому-то на голову кирпич упадет? А что, обязательно кирпичом по голове? Да нет, я фигурально. Когда случаются травмы на производстве, сразу комиссия, акт, штрафы. Ну, я объект замораживаю. Ну, ты ж не станешь специально травму подстраивать. Я? Что, я дурак, что ли? Я так понимаю, вы хотите, чтобы я ускорил рассмотрение вашего вопроса. Ну, что ж, можно попробовать. Что это? Котлеты в тесте. Как будто вы не знаете, что это. Целый год на теплицу купил. Спрячьте! В то время, когда вся страна борется со взятками! Вы это себе позволяете? Ну, я же не знала, что вы лично боретесь. А знаете что, гражданочка? Вот именно из-за таких, как вы, несознательных, мы никогда не построим новое общество свободное от коррупции. СМЕХ Ну, неужели вы думаете, что нет иного способа решить вашу проблему? Есть? Ну, конечно! А? Ну, как? Бартер, например. Бартер? Не, ну, а что я могу? Не, ну, смородину в этом году черную хорошо уродила. Бартер, хорошее чувство юмора. Вы же понимаете, о чем я? А у вас тоже отличное чувство юмора. Потому что, представляете, я подумала, что вы хотите со мной... А не охренела ли ты, козел? Нет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аааа! Аааа! Ааах! Иваныч? У меня тут на ногу кипит, плита упала, выходит как травма, производственная выходит. А с чего ты взял, что она производственная? Ну как, ну я ж на стройке навернулся. Ну сейчас-то мы находимся не на стройке. А где вы? Ну стройка-то она там, а мы тут. Вот если бы мы были там, тогда конечно, тогда без вопросов. Как я только что был там, выходит. Свидетели есть? Нет. Извини. Обедать будешь? Или сразу в больничках? А хотите сосисочкой? Смотрите, Катя. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Интересное кино. Очень. То есть, у нас полный порядок, мы можем расслабить булки и втыкать в ящик. Ну это ж ты у нас взялась проблемы решать. Кстати, тебя можно поздравить? Дело сделано. Борьба со взятками, кажется, дает результаты. Не зря реформы проводились. Мне предлагали решить проблему через постель. Ты что, серьезно? Вот урод! Готовься. Ты же не согласилась? Я его пробил. Это бывший студент Петрин. Бывший. Если бы я согласилась, стройку бы уже свернули. Еще. О! Я у нас, Лиша Поехали. В каком смысле? А это что такое? Это вывих, между прочим, хуже, чем перелом. А как там стройка? А у меня получилось почти. Просто они ушли на обед, а я слишком медленно вшел. А меня это не интересует. Ты обещал закрыть стройку и не выполнил этого. Да, но если тебя не интересует, что я рискую своим здоровьем. Ради твоего бассейна, который, между прочим, почти готов, то пожалуйста. Хватит. Собирай вещички и на выход. У меня нога. У всех нога. Да, но у меня есть время еще до завтрашнего обеда. Ты сама сказала. А я за ночь такое пред... Что я придумаю? Не обед, а помои. Помню, под Полтавой был объект, как там каждый день вареники давали. О, Борян, что за нафиг-то? Производственная травма. И думаете, мне выплатили компенсацию? Ага. Так вот, под Полтавой вареники вот такие были, прикиньте. Мужики. А ведь на моем месте мог оказаться и каждый. Производным словом. И вообще, заездили нас, работаем за копейки без выходных. На других стройках и зарплаты больше, и харчи свежее. И вареники вот такие. Спасибо, что хоть вообще платят. Вот. Вот это твоя рабская психология. Ты как будто говоришь, усядь ты поудобнее, у меня шея крепкая. Где твое человеческое достоинство? Вот ты скажи, ты в театре или на выставке давно был? Какой я там не видел. И вообще, к чему это все? Да потому, что ты человек женатый. А жена – существо с потребностями. Или ты, Степанчик? У тебя же квалификация как у Бога. Ты бы мог миллионами ворочать. Мужики, смотрите. Если мы сегодня выступим одним фронтом, завтра у нас будут чистые полотенца в душе, нормальные спецовки и зарплата, как в Европе. Нормальные обеды – раз. Страховка – два. И ресторанное меню. Все? Нет! И компот! Компот. Ну что ж, я вас услышал. Вы все уволены. Иваныч, ты подожди, не спеши. Ты не так все услышал. Ну мы не подумали, понимаешь? Так вот, в следующий раз будете думать. Устроили здесь детский сад. Слушай, ну мы же, мы же ни при чем, Иваныч, ну нас же ввели в это в заблуждение. А где этот грамотный баламун? Стой! Сюда иди! Иди! И шо? Вы полночи достопримечательности осматривали? Представь себе. Между прочим, Одесса – город с очень интересной архитектурой. Почему только стоит дом полковника Григорьева? Ты знаешь, кто его проектировал? Да и догадаюсь, полковник Григорьев. Нет. Мой Вадик. Да ты шо? А ничего шо, дом был построен в начале прошлого века, когда твоего Вадика еще самого не спроектировали. Точно? Ну знаешь, что ты поняла не так? Ну как объяснил, так и поняла. Мам, прекрати делать Вадика виноватым. Между прочим, он мне предложение сделал. Шо? Может, ты тоже что не так поняла? Ну все правильно поняла. И шо ты ему сказала? Сказала, что подумаю. А он мне еще обещал дом построить. И не дом, а целый дворец. По собственному проекту. Стоять! Мне дорого. Все, спортсмены, финиш! Финиш! Слышь, ты сюда иди! Мы, между прочим, из-за этого придурка работу потеряли. Нечего мне тут разборки устраивать. Вот поймаете где-нибудь на улице, делайте что хотите. Раз так, хозяюшка, денежки за жилье придется вернуть на базу. Мы съезжаем. Понятно? Папа, ты там как? Все нормально, Лизок. Мам, там рядом. Передай ей, что нет худа без добра. У нас практически все есть для бассейна. Осталось только плитку выбрать. Тебе какая нравится, голубая или серебристая? Да пошел ты со своей плиткой. Не расстраивайся, Жанет. У нас же все получилось. Бригаду уволили. И значит, стройку остановят. Конечно, остановят. На день или два, пока новых рабочих не найдут. И да, кстати, ты тоже можешь собирать свои вещи. А хорошо, доченька, твоя семейная жизнь начинается. Будущий зять натравил на тестя рабочих. То ли еще будет. Чего? Лизок, а мы же, по-моему, с тобой договаривались на вечер. Да, тут такое дело. Я узнала, что папу уволили. Подумала, может, ты можешь помочь. Послушай, ну, просто сейчас у меня собеседование. Ой, здравствуйте. Вадик, это скоро? Я жду. Внимательно изучи ее резюме, Козю. Мам, ну, почему все мужчины такие козлы? Не говори так дочу. Не обижай животное. Мамочка, чему волнует? Прости меня, пожалуйста. Я у тебя такая дура. Не выстраивайся. Все наладится. Все всегда налаживается. Девчонки, отставить кистуть. Все будет хорошо. Садись есть, оптимист. А вот есть. Я как раз не буду. Я все обдумал и решил. Я готов переступить через свои принципы. Ради тебя. Ради нас. Ради нашей семьи. Смотрите. Вот видишь, завтра здесь и следа от этой стройки не останется. И шо, так до сих пор и не приехали из Европейского суда по правам человека. Но не каждый же день в городе голодовки объявляют. Даже газеты не клюнули на незаконную стройку. Да. Мы сделали все, что могли. Розеты звонили, подписи собирали. Все бесполезно. А телевидение? Что тебе там сказали? А что они могут сказать? Если бы это была дача Ирины Билок или, скажем, Кричевского, то они бы сразу приехали. Я так. Понятно? Мы для них рылом не вышли. Придется идти на крайние меры. Я бы на такое никогда не пошла. Но не могу же я допустить, чтобы весь семейный бизнес накрылся медным тазом. Да, знаешь, доченька, я однажды украла собаку. Мне так нравилось. А потом все-таки решила ее вернуть. Это ты сейчас к чему? А это я к тому, что иногда жизнь заставляет принимать трудные решения. Я же его сумкой по мордасам огрела. Ну ничего, красивенько оденешься и все будет в ажуре. Мам, спасибо тебе, что ты на моей стороне. Ну а как же, мы же одна семья. Мы же должны поддерживать друг друга. Нет, стройка. Ты не представляешь, как она меня достала. Да, представляю. Невозможно же сериалы смотреть. А я смотрю, что с колесиком у тебя уже все в порядке. А это потому, что у твоей мамы руки из нужного места растут. Взяла и починила. Не мужей же твоих просить. Вот и видишь, завтра здесь и следа от этой стройки не останется. Ладно. Где мое красное платье? Жанна, а где у нас каремат? А то от бетона такой холод. Мой дядя вот так почки застудил. Вперед на аппетит. Спасибо. А где мама? В мэрию пошла. Зачем? Она сказала, что пришло время тяжелой артиллерии. Ну, очевидно, речь идет о платье с вырисом-то пупка. Ну, как говорит наша бабушка Сима. Пап, а почему женщины так верят в силу декольте? Вчера мы стали жертвой недоразумения. Я рад, что вы пересмотрели свою позицию. Так вы можете мне помочь? Могу. И что нужно, чтобы закрыть незаконную стройку? Мне кажется, я ясно дал это понять. Да, но мне бы хотелось это услышать еще раз. Извините. Что она не делает у них? Уходи, просто уходи. Как ты можешь? Уходи. Как ты можешь? А это кто еще? А, только что в коридоре познакомилась. Так, на чем мы с вами остановились? Все, остановись. Что же происходит? Да просто сможешь. Не обращайте внимания. Урод, отвалять моей жены! Самый, я люблю тебя. Подумай о детях. Мне кажется, у вас есть дела поважнее. Лёня, блин, что ты вечно лезешь туда, куда тебя не просят, а? А что я, по-твоему, должен был спокойно слушать, как вы там сливаетесь в экстазе? Да никто ни в чем не собирался сливаться. Я просто хотела этого урода записать на диктофон, потом шантажировать. А ты все испортил. Как? А почему же ты мне не сказал? А то я не знаю, как бы ты отреагировал. Это противоречит моим принципам. Это незаконно? Я же не знал. Я думал, ты по правде. Ну, не беги ты. Ну, прости. Мама, что ты здесь делаешь? Вот, чтоб ты не говорила, что я в стороне от семейных проблем. Разойдитесь. Мама! Марк сказал, что в телефоне можно сделать дырку для вторых наушников. Мам, а Никита в роддоме точно не подменили? Что ты сказала? Мам, а где нос успокоительный? Ну, Жанночка, ну скажи, что не сердишься. Слышь, хозяюшка, ты это, Буря там передай. Мы сейчас безработные, времени у нас много. Да пошли, уйти! Ну, все. Теперь уж точно ничего не остановить. Развели грязюку, ни пройти, ни проехать. Да шо ж за карма-то? Да шо ж за карма-то? Да шо, Ось, не видишь, выпали до аварии? Иди ты! Доршо, буря! Пошла в мой вздорожья! Идиот! Дебил! Спасибо вам за идею. За мной! Опа, мужики. Крымой выпался. Слышь, сюда иди. Мужики, а давайте так. Вы меня сейчас не трогаете, а потом я вам делаю предложение, от которого вы не сможете отказаться. Мы уже тебе однажды поверили. Хватит. Куда я от вас денусь-то, а? Хватит, Ванюка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сыгнали. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пап, а дома ты еще стоять? Мне в туалет надо. Терпи, сынок. За благое дело стоит. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пошутили? И хватит. Вы же все равно не сможете стоять здесь вечно. Лизу, ну ты же умная девочка. Лиза, ты что, уйдешь сегодня к лучшему? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пусти, Папа. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Память. Папао. Память. Память. П dejал не забыл Память. Память. Жанна, я люблю тебя! Жанна, сколько ты можешь это слушать? Столько, сколько нужно. Можно я душонку открою? Я там еще видел сатэ, а в холодильнике оставалось. Да ты что, конечно, все открывай, все бери. Ты же мой герой. Лёня, Лёня! Это же нас, нас же по телеку показывают. Эта ассия протеста послужила сигналом для мэрии и строительства. Сына, сына Марковна. Что в Одессе вопрос с незаконными застройками пришел раз и навсегда. Все-таки есть правда в жизни. Вася, трамбуй давай! Примешка осталось еще! Шо? Опять? Пап, ну ты же говорил, что я себе хоть десять наушников смогу взять. Что поделаешь, сынок, ну, форс-мажор! Ну что, братан, без обед? Как договаривались. Ну тогда мы погнали. Андрюха, погнали давай! Да-да. Развертну над ним. А что здесь вообще происходит? Ой, Жанет! Спаси, я надкладываюсь. Да. Это песня о том месте, где сердца все бьются в тах. Если бы не были в Одессе, значит, что-то тут не так. Там море черное встречает на берегу. Там ждет меня уютный домик, в который снова пудержу домик у моря. У моря, у моря. Редактор субтитров А.Семкин